В этом городке у нас находится один из проектов. Красивый дизайн, очень удобное месторасположение. Доступный вариант виллы. Данный проект сейчас находится на этапе строительства. Застройщик на рынке уже больше 30 лет. Всем привет, меня зовут Николай, и мы приветствуем вас с территории Северного Кипра. Сегодня мы находимся в районе Йени-Буазычи. Это пригород, деревня, как вы его не называете. Находится оно между городом Фомагуста и между городом Искеле. Данное месторасположение очень приятное и комфортное для тех, кто именно желает жить постоянно на Северном Кипре, не имея никаких проблем с коммуникациями, с передвижениями и прочим, потому что очень удобное месторасположение именно самого городка, так называемый. В этом городке у нас находится один из проектов, который мы сегодня хотим рассмотреть. Почему именно мы рекомендуем данный проект к рассмотрению? Потому что, как я уже сказал, данный регион очень классно подходит для тех, кто хочет именно жить на Кипре, а не просто быть туристом. Здесь, в этом регионе, у нас есть и кафе, и магазины, и аптеки, и больницы, и школы, госшколы, частные школы. И очень близко к городу Фомагуста, студенческий город. Есть доступный транспорт городской, автомобили, дороги, все, что нам нужно. Вот даже сейчас мы находимся в одном из парков этого городка, в детском парке. Здесь можно погодить с детьми, можно просто провести приятное время. Данный проект, который здесь находится, называется Emerald Villas. Это, можно сказать, доступный вариант виллы. То есть, цена данного объекта за 4 спальни и салон с кухней варьируется около 180 тысяч фунтов. Почему стоит отметить именно этот проект? В том плане, что данный регион, где находится именно сам проект, находится относительно близко к морю. Это примерно около 1 километра, но на машине. То есть, на данный момент нет возможности передвигаться пешком. Также из плюсов стоит отметить то, что в данном регионе находится несколько учебных заведений, одним из которых есть неорист-школа. Это школа высокого качества, где основным языком есть английский, дополнительно турецкий, русский, французский языки. То есть, ваш ребенок, если не учится, он изучает очень много языков изначально. И у этого же заведения есть свой университет, в который ребенок может дальше поступать. Давайте рассмотрим данный проект. Это проект с виллами. Здесь виллы с 3 спальнями и 4 спальнями. Данный проект сейчас находится на этапе строительства. Примерно даты сдачи – это 22-й год. То есть, как вы сейчас видите, виллы уже в таком более-менее уже готовом варианте. Большинство из них, скажем так, да. Некоторые еще в плане стройки, ну, как бы сроком сдачи – это все нормально. На данный момент в продаже осталось всего лишь 2 виллы. 2 виллы с 4 спальнями. Как вы сейчас видите, сейчас у нас, скажем так, около 20 домов в таком более-менее уже финишном состоянии. То есть, уже дом готов к чистовой отделке, к окнам, дверям и прочее. Сзади нас, если посмотреть, дома еще идут таком, как бы, только в процессе строительства. Так как есть первая фаза, есть вторая фаза. В общем, здесь 47 вилл. Хотелось бы упомянуть то, что данный застройщик на рынке уже больше 30 лет. Это местная компания-застройщик. У данной компании очень много завершенных уже объектов. Это не первый их, не последний их объект. Как видите, масштабы стройки прям грандиозные такие, да. И хочется также отметить очень важный момент – это само качество стройки. То есть, тот же кирпич, то, как сделано основание. То есть, то, что даже оно поднято от земли. Гидроизоляция и прочее. То есть, как бы, компания действительно с большим оптом работы. И она делает то, чтобы вам было хорошо здесь ино жить. Возможно, с удачи в аренду, соответственно, но все-таки ближе к жизни. Вот, вот, данные виллы, именно вот, как они построены, как они выглядят. Они более продуманы для того, чтобы здесь вы могли жить постоянно круглый год. У застройщика есть дополнительные опции – это личный бассейн возле дома. Как сейчас можно с вами видеть, это кому-то, счастливому обладателю, копается бассейн возле его же дома. Хочется также отметить в тот момент, что данный застройщик предоставляет участок рядом с домом от 460 до 642 квадратных метра. Это довольно-таки редкость. То есть, на Кипре в том, что земля возле моря дорогая, и не каждый хочет это делать. Но данный застройщик старается сделать максимально удобно, максимально хорошо для своих клиентов. Сейчас мы приехали на ближайший пляж, который находится примерно в полтора километрах езды на машине. Давайте пройдем на пляж и посмотрим. Данный проект имеет небольшую инфраструктуру, как для Северного Кипра, но это можно считать не плюсом, а минусом. В том, что, соответственно, плата за обслуживание будет меньше, чем у других состройщиков. В данном проекте все равно уже остается детская площадка, будет. Есть охрана на входе, наружные камеры, в виде наблюдения. И также можно сделать отдельно частный бассейн, частную барбекю-зону. Это уже у самого дома. Как я уже и сказал, он подходит больше для тех, кто хочет жить постоянно на Северном Кипре. Учеба, пенсия, жизнь, отдых и прочее. Из плюсов можно отметить то, что у комплекса высокое качество отделки, красивый дизайн, очень удобное месторасположение и для жизни, и для отдыха, и для прочего. И удобно для школ, обучения. Из минусов хочется сказать то, что, конечно, нет бассейна общего, нету там каких-то еще своих, как бы, на таких моментах и на самом комплексе. Он довольно-таки далековато от моря, скажем так, нет пешеходной дорожки к морю. То есть, придется забираться машиной постоянно каждый раз. На данный момент из 47 вилл осталось всего лишь две. Это виллы с четырьмя спальнями, салон с кухней, общая площадь дома 265 квадратных метров и цена 174 и 185 тысяч английских фунтов. Данная цена идет довольно доступная за такой тип недвижимости, за такой дом, за качество отделки и за сам внешний вид. Также хочется упомянуть то, что застройщик предлагает рассрочку на данный объект. Это 30% первый взнос и остальная сумма до получения ключей это октябрь 2022 года. Хотим заранее сказать спасибо за ваши просмотры, за лайки, за комментарии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх и ждем вас на Северном Кипре. Субтитры подогнал «Симон»